Некоторых участников дорожного движения только высшие силы могут вразумить соблюдать правила дорожного движения. К такому выводу пришло руководство 10-го батальона 1-го полка ДПС и решило осветить новую дорогу северный объезд города Одинцова. Одинцовское благочиние идею поддержало и 18 декабря его представители приехали в батальон, чтобы сначала осветить служебный транспорт и помещение. Благословляется и освещается колесницей во имя Отца и Сына и Святого Бога. Инспекторы и священнослужители вместе помолились о том, чтобы Господь уберег путешествующих и вразумил их не нарушать правила дорожного движения. На новой дороге созданы все условия для комфортной и безаварийной езды, но отсутствие пробок и хорошее дорожное покрытие провоцирует некоторых сильнее нажимать на педаль газа. Самое главное это от водителей зависит. Зависит от того, как они будут относиться к самим себе, с каким уважением они будут относиться к другому участнику дорожного движения. А самое главное для них сделаны условия, чтобы они нормально могли двигаться и перемещаться, чтобы не простаивали в пробках. Но для того, чтобы на российских дорогах воцарился порядок, недостаточно профилактических операций, обрядов освещения и других мер, принимаемых госавтоинспекцией. Проблема лежит глубже. Вы не можете взять и извлечь дороги и водителей из общества и из страны и сделать так, чтобы водители были все хорошие. Для того, чтобы порядок был на дорогах, порядок должен быть в обществе. А для этого порядок должен быть в умах людей и в душах. Конечно, освещение новой дороги – не единственная мера, которая принимается для обеспечения безопасности дорожного движения. Здесь постоянно будут сотрудники ДПС, здесь будет экипаж курсировать и будем работать именно на обеспечение безопасности дорожного движения. В планах 10-го батальона, 1-го полка ДПС и Одинцовского благочиния освещение мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия. Но совершить этот обряд планируется после Рождества.